Ирэна, у вас была очень интересная и, собственно, предсказуемая тема вашего доклада, вызовы на следующий год. Пожалуйста, конспективно, для наших родителей, для наших читателей, для наших пользователей, нашим сайтом, посвятите нас тоже на эту сложную тему. Ну, радостная новость это то, что больших изменений никаких не планируется. То есть стабильная, хорошая рабочая атмосфера. Самые главные вызовы для нас то, что у нас принята новая государственная учебная программа уже в 2010 году, так что 6 лет тому назад. Но реализация этих новых идей, измененного понимания, что такое педагогика, что такое обучение, это еще не внедрилось, к сожалению, не во все школы. Так что наши самые большие вызовы поддерживать школы, учителей, чтобы они реализовали бы эти принципы. В том числе это инклюзивное образование, чтобы все дети вместе учились бы, те, у которых спецнужда, например, или какие-то потребности, которые отличаются от остальных. Это языковая тема, у нас школа все мультикультурнее и мультикультурнее, у нас беженцы в школе, у нас очень разные национальности, языки. Так что это уже не тема, только русская школа, эстонская школа, это гораздо шире тема. Точно так же предприимчивость. Вот сегодняшняя тема конференции – это дигитализация школы. Здесь тоже, конечно, вызовы большие, потому что дигитализация, диги-мир – это такой очень большой колодец возможностей. Но это надо рационально и умно использовать эти возможности, потому что там риски, как вы говорите, и риски здоровья, и риски того, что начинают заниматься какими-то совсем другими деятельностями, не образовательным процессом и так далее. Некоторые моменты традиционной грамотности утрачиваются, письмо. Абсолютно. Так что здесь надо очень умно к этому новому миру подходить. Но избежать его тоже невозможно, потому что если мы смотрим на трудовой рынок, если мы смотрим на рабочие места, то все больше и больше все-таки рабочих мест связано так или иначе диги-миром. Так что вот может быть это такие… А, и тогда дошкольное образование, а тут мы подготавливаем новый закон, именно то, что часть вопросов, которые касаются дошкольного образования, сейчас в компетенции Министерства социальных дел, мы просто складываем в один закон, так что за все будет отвечать Министерство образования и науки. Потому что раньше как-то думалось, что вот дошкольное образование – это часть образования или это как бы социальная какая-то услуга, которая родителям дается. Но сейчас все-таки договоренность есть, что это образование, это система образования. И поэтому вот мы подготавливаем новый закон, чтобы все было бы вместе и чтобы подход был бы. У нас сейчас очень разбросаны вот эти поддерживающие функции психологи, социологи, тогда, например, те, которые занимаются врачи, там, медицинского услуга, что-то под Министерством образования, что-то под Министерством социальных дел, что-то еще где-то. В общем, родитель или ребенок, когда он начинает искать помощь, он должен идти туда, 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 многие места искать. И мы, конечно, хотели бы и работаем над этим, что соединить это все, чтобы все-таки, если родитель или ребенок требуется помощи, что он идет в одно место и там получает всю информацию и всю поддержку, что ему нужно. Вот такие самые главные моменты. Какие предложения сегодня прозвучали на конференции, которые вы сочли бы очень разумными и для своей работы тоже взяли бы на вооружение? Мне очень понравился доклад Тартовского университета, где было доложено нам об исследовании, как сейчас учителя сами оценивают, как они используют диги-технологию, в какое направление. И тут, к сожалению, это исследование показало, что, во-первых, очень мало используют, почти 87% используют раз или два в месяц только какие-то возможности дигитализации, что явно, что это все-таки мало. Если мы хотим обучать этой компетентности учеников, то очень сложно, если учителя этого не делают. И второе, что когда спрашивали учителей, что когда вы пользуетесь, что вы делаете, что это конкретно, что вы делаете, и 58% из них сказало, что они ищут информацию в интернете. То есть это показывает, что, во-первых, мало, а во-вторых, не по существу диги-мир можно использовать намного-намного лучше для того, чтобы учебный процесс реально изменился бы интереснее, чтобы коммуникация между учениками и так далее, и так далее. Так что то, что я сама подумала, это то, что все-таки мы очень много должны еще работать с учителями на эту тему, и везде прозвучало в докладах тоже, что мы не делаем это, потому что страшно, потому что мы боимся, потому что мы боимся, что иногда ученики могут быть умнее нас в этой теме. И это логично, так оно и есть. Мои сыновья давно переросли, мои знания в диги-мире, так что это просто новое поколение идет, которое родилось за компьютерами, если можно так сказать. Так что вот это обучение и вот именно направление на то, чтобы обучить учителей вот этим хорошим методическим возможностям, которые с собой несет вот диги-мир. И в то же время все время спрашивают, что ты всегда должен спросить, почему? Почему я использую сейчас какую-то, например, игру в компьютере ради того, чтобы сделать интересный учебный процесс? Есть ли цель или я просто так, чтобы время как-то утратить? Так что здесь очень важно понять, почему мы что-то делаем. Вот это, наверное, да. К первому сентября многие ученики получают подарки и этот праздник не бывает без подарков. А что Министерство образования и науки дарит учителям в этом году? Что-то есть для них такое особенное? В этом году. В этом году. Я даже должна подумать. Ну, я думаю, что что хорошо сейчас действительно, например, если вот остаться к этой диги-теме, то сейчас у нас программа дигитализации у нас открылись только что финансы европейских структурных фондов. И это значит, что у нас будут конкурсы для школ, чтобы вот могли бы купить себе, потому что школы очень разные. Где-то есть вот всякие эти айпады и все-все есть. А где-то хуже. Что вот это одно обязательно, что мы планируем. И, конечно, через нашу программу вот тоже структурных фондов много таких интересных и хороших обучений тоже. Что касается учительской зарплаты, вы следующие спросите это сразу, что этот подарок будет или нет. Это, наверное, министр сейчас может поконкретнее. Он сейчас придет поконкретнее сказать. Но постепенно зарплата учителей повышается. Ну, ясно, что она еще не на том уровне, который мы хотели бы, чтобы она была бы. Но все-таки она уже такая, что мне кажется, что уже все-таки конкурентоспособная. Что уже мы не можем сказать, что учитель за гроши работает. Так что это... И, конечно, зарплата это одно дело. А чтобы вообще... Вот мы стараемся работать над тем, чтобы поднять статус учителя. Чтобы быть учителем. Это звучало бы гордо. Чтобы молодые хотели бы идти учиться на учителя. Ведь это большая проблема у нас. Вы не спросили про проблему, но это у нас проблема. Что молодые не идут учиться на педагогические специальности. Тут же статистика бывает, что там в какой-то год на математику один пошел учиться и так далее. Ну, это просто даже смешно. Грустно. Через слезы смешно. Ну, вот, в общем, такие мысли, да, что мы стараемся над этим работать. Ну, тогда еще назовите проблему номер два и проблему номер три. Проблема номер... В школьной жизни, да? Проблема номер два, я думаю, это то, что у нас... Для нашей страны слишком много тех учеников, которые не продолжают учебу после основной школы. То есть их образование заканчивает на 9 классов. Примерно тысячи учеников каждый год, которые заканчивают. Может быть, они когда-то позже пойдут, но просто после 9 класса это уже опасно. После, если ты бакалавриат закончил, то ты делаешь паузу и через два года идешь в магистратуру. Но после 9 класса это все-таки опасно. Так что надо работать над тем, чтобы, во-первых, все закончили бы 9 классов, чтобы было бы возможности мало тех, кто прервал бы обучение. А во-вторых, конечно, те, которые закончат, чтобы они шли бы дальше учиться. Потому что 9 классов это слишком мало. Проблема номер три. Я не хочу это проблемой назвать, а это вызов. Это вызов давний. Конечно, это моя любимая тема. Это тема русскоязычных и эстонскоязычных школ. Мы должны работать дальше над тем, чтобы связь между ними была бы больше. Чтобы они не были бы в разных инфопространствах, чтобы они общались бы молодые между собой. Это может быть какая-то программа, что сколько-то дней или недель учится, например, из русской семьи ребенок в эстонской школе и наоборот. Продолжение следует...